Аюшки всем, сегодня у нас 18 книга подкаст, второй десяток подходит к концу, это круто. Начинал я знакомство с Достоевским в шестом классе, продолжил в девятом, а затем и в десятом. В первом случае был идиот, потом преступление и наказание, и уже на десерт стал роман братья Карамазовы. Как и любой другой хорошист, я сладко спал на этих уроках и думал о футболе, и в моем случае это была FIFA на компьютере. Курсин втором решил, что пора вернуться к истокам и взяться за голову, и вместо азбуки взял Достоевского с его записками из мертвого дома. Да не дочитал, стал засыпать на 50-й странице. Все как с Радещевым. И вот спустя несколько лет взялся за книгу заново, причем купил новую, старую от времени и пыли, стал просто нечитабельно. Немного об авторе. Федор Михайлович Достоевский, русский писатель, переводчик, мыслитель, философ и публицист. Немаловажно отметить, что Федор Михайлович побывал на каторге 8 лет. Осудили его, правда, казни, однако в последний момент казнь отменили и заменили на каторгу. Честно говоря, даже не знаю, что и лучше. Наказание получил не за убийство или мошенничество, а за участие в кружке петрашевцев. Молода да зелена. В кружке собирались разного сорта люди и философствовали, в кавычках, на тему. А что если? Год на дворе 1849. Империя. Совершенно недавно уже была попытка государственного переворота. Восстание декабристов в 1825 году. Зачем еще раз такое допускать? И вот, в момент исценировки казни, не один же Достоевский попался, объявляя, что все нормально, будете жить, но с условиями. Самого Достоевского лишают всяких чинов, был дворянином, стал никем, да на каторгу, а после каторги простым солдатом. Через какое-то время Николай I сжарился и заменил 8-летний срок на 4-летний, но все равно с обязательной службой рядовым. В конечном итоге Достоевского, других петрашевцев и декабристов помиловали в 1857 году, но уже не Николаем I, а Александром II. Умер Достоевский в возрасте 59 лет от туберкулеза, как и Джордж Оролл. Что ж, давайте перейдем к самой книге. Как вы понимаете, книга основана на жизни в пределах каторги самого Достоевского. Дата первой публикации 1861 год. Главного героя зовут Александр Петрович Горянчиков, дворянин, который оказался во строге, запертый на 10 лет за убийство жены. В моем случае, повесть состояла из 379 страниц, поделенных на две части по 11 и 10 глав, соответственно. Помнится, когда читал, очень удивился, что я так быстро сдался. Тогда у меня был мотив простой, прочитать хоть что-то о тюрьме, о жизни и бытии. И эта книга, как никакая иная, могла мне помочь. Но, видимо, заметив обыкновенную рутину, не захотел читать дальше. А теперь, что ж меня побудило? Наверное, простое желание попробовать еще раз. И ведь не зря же. Помню, в школе говорили, что Достоевский очень сложен. Для понимания, для чтения. И знаете, я прочитал книгу без напряга, без натуги и перешагивания себя через силу. Прочитал и все. Как-то спокойнее даже стало. Касательно всей книги, знаете, есть какое-то удивление, что ли. Странно, что среди столь большого количества пырей, есть своя структура, своя метода выживания. Есть какие-то заботы, работы, развлечения, праздники. Есть свои чмошники, с которыми не общаются, свои клоуны, работяги. Есть касты ненавистников. И живут же, все друг у друга что-то тырят. И никто не обижается. Вор, он и вострогий вор. Ничего с этим не сделаешь. И как-то все просто у них. При этом четкая структура никогда не должна ломаться. Это и для самих арестантов хорошо, так и для надсмотрщиков. А вот после книги смотришь на то, что вокруг. И печаль. Нет ни структуры, ни нормальных взаимоотношений. Одно роднит крысятничество. Но оно злое. Тебя облапошат и еще поржут над тобой. Тогда как в мертвом доме тебе по-доброму скажут, что ты не так. Дядя Федор, бутерброд ешь. Что же, давайте перейдем к сюжету. Как я и говорил, главного героя зовут Александр Петрович Горянчиков. Попал в вострог после убийства жены из-за ревности. Однако сам пришел и сдался. Как сдался, так сразу во строг и направили. Само повествование – это дневник. Его заметки, которые он писал во время пребывания во строге. О дневнике мы узнаем от другого человека, рассказчика. Имени его не знаю, ибо он не представился. Возможно, это сам Достоевский. Он рассказывает о неком поселении, где он и встретил Александра Петровича. Горянчиков не очень приветливая личность, которая мало с кем общалась и учила детей грамоте. По вечерам и ночам часто писал и читал. Вот и все его занятия. Как и все любоздательные люди, рассказчик начал искать информацию по столь странному персонажу. И узнал, что Горянчиков был арестантом и ныне лишенный всех прав дворянин. Уже позже, придя проведать столь странного человека, оказывается, что он умер, но оставил после себя какие-то книжки и записи. И хозяйка дома, где он снимал комнату, часть уже спалила в печке. Рассказчик забирает все это дело и решается опубликовать. Первыми, кто это увидит – это мы с вами. Первый раз мы героя встречаем именно тогда, когда он заходит в блок. Там сразу же на него обрушается взгляд неодобрения, смеха и ненависти его соседенного. Ненависть еще из-за того, что несколько дней новоприбывший кушает как надо, а работать не работает. Ну как кушает? Все бывалые знают, что за копейку можно мясо купить. Но им и в голову сразу не пришло, что новобранцы не знают этого, пока их не научат. Поэтому горянчику давали какую-то шнягу, если не с мясом, так с тараканами. За все время пребывания в Остроге отношение к главному герою не менялось сильно. Его любили по-своему, но любовь была как обычного крестьянина к своему барину, не более. Уважение проснулось позже. Как я говорил, в Остроге свои правила, и нарушать их никому нельзя было. Этим правилом учил Аким Акимыч. Он также был дворянином когда-то, осужденный за убийство. У него есть свое дело, шьет сумки под одеяльники. В Остроге каждый пытается зарабатывать кто как может. Кроме того, через какой-то момент у горянчикова появился и слуга. Не просто раб, а человек, который пытается хоть как-то облегчить судьбу героя. Он и в бане помогал раздеваться, и за мясом бегал. Сам он был некорыстным, скорее глупым. Сушилов, так его звали. При конвоировании по этапу сменился рубахой и попал в Острог. Хотя ему светило обычное поселение. То есть встретил хитрожопого убийцу и сменился с ним рубахой. За рубль. Ба, да я вас обманул. Сказал, что он бескорыстно сам за рубль продался. Да нет, на самом деле ему этот рубль, как мертвому припарка. Просто так надо. За так никто ничего не делает. А за прислуживание денег не требовал. Ему горянчиков сам давал, сколько мог, сколько хотел. Единственной относительно легкой работой, куда отправляли горянчиков, была работа по разбиванию алебастров. Туда обычно и направляли дворян или офицеров. Был еще и кирпичный завод. Туда он всего раз или два попадал. Но там ему явно были не рады. Да, Остроговчане видели в нем дворянина. Он не был бывшим, он был им всегда. С одной стороны, был благоговейный трепет. Барин же. С другой стороны, отвращение. По какой-то причине труд, выполняемый барином, обижал их арестантов. Странно, может быть. Но когда смотришь по телевизору, как показывают какого-нибудь губернатора области, который копает картошку, ставится неудобно. Почему? Кажется, обломится черенок, поранится, а нам потом разгребать. Наверное, логика та же. Просто боятся, как бы чего не вышло. Поэтому оставшееся время горянчика вбил по алибастру, молотом и все. Летом, правда, их выводили за территорию Острога. Но ему все равно не позволяли работать. С насмешкой и благоговением. Работа тяжелая. Во время рассказа о работе, точнее, о ее выполнении, меня удивил один факт. Арестанты просто так работать не хотят. Например, разобрать баркас. Кажись, ну что тут сложного? А нет. Когда нет цели, работать не хочется. Вот будет поставлен урок, так, пожалуйста, разобрать 20 бревен. И понеслась работа. Александр Петрович сам видел, как арестанты долго возились. Бревна не поддавались, когда не был поставлен урок. А как сказали, что сделали, так все. И дело в том, что когда нет цели, ты работаешь с самого утра до вечера. А когда есть цель, план, то выполнить его можно хоть за час, хоть за день. А так выполнять работу намного лучше. Ведь потом ты можешь вернуться во срок, поболтать с другими арестантами, поработать, подышать с воздухом свежим. А после заката, когда объявляется отбой и казармы закрываются, начинаются веселья. Вино, карты, разговоры, шутки, песни, танцы. Прям как в городе, как в большом театре. Вино проносят целовальники, за деньги, конечно же. Игры азартные, тоже за деньги. Песни, танцы. Есть во строге деньги. И хоть они изымаются и забираются оборудование для игр, все равно деньги есть. Это нужно и арестантам, и вертухаем, так сказать. Зачем? Чем спокойнее арестант, тем лучше всем. Даже когда начинается драка, людей до последнего разнимают. Разбираться, кто виноват, не будут. Накажут всех, кого найдут. Помимо того удовольствия, как я говорил ранее, арестанты могут покупать более вкусную еду, что, соответственно, также увеличивает прибыль других арестантов. Вообще, во строге достаточно большое количество источников получения денег. Даже можно подмазаться к начальнику тюрьмы. Один арестант, кстати, так и сделал. Кормили его с барского стола, особо не колодили и держали на коротком поводке. Конечно же, у островчан, если так можно выразиться, был и дом отдыха. Мне кажется, что и в тюрьме, и в армии, и в пионерском лагере лучшее место для отдыха – это больничная палата. Там тебя любят, кормят как следует, одеяло подпихивают, чтобы не замерз. Горянчиков как-то попал, и, как я понял, он был там не первый раз. Да, халат отвратительного качества. Это вам не шелковый халат. Зачастую в этом халате кто-то умирал от потери крови, матрасы кишили клопами, вонь была страшная, туалета не было, было ведро на всю ночь. И да, окна открыть нельзя было. Но за счет того, что кормили по-другому, не ту бурду, что в казарме, отношение другое было, как к человеку. Естественно, все стремились туда. И начальство, кстати, давало возможность немного отдохнуть. А когда приходило время выписываться, мнимые больные не возникали, а спокойно уходили. Понимали, что добро добром, а испытывать терпение не стоит. Кстати, сам наш герой говорит, что бедняк – странный человек. Он реально думает, что от всех болезней может спасти настой какой или отвар. Таблетки не признает. Только если это не всемирно известный врач. Подобную картину я наблюдал в записках юного врача Михаила Булгакова. Там тоже герой удивляется, что бедняки от гонореи и сломанных ног просили таблетки и сиропы. Как вы знаете, ногу починить сложновато одними таблетками. И вот здесь также больные не пили таблеток, только ели что им положено и отдыхали. При всем при этом в больничном палате достаточно скучно. Ни песен, ни игр. Самым большим развлечением были потерпевшие. Их по обыкновению притаскивали с наказанием. Наказанием было побиение палками или хлыстами. Бывало и до трех тысяч раз убили ребят, и иногда ни за раз урок не выдерживали. Поэтому передержку присылали в больницу. Что интересно, какими бы ни были суровые арестанты, они всегда помогут тому, кто нуждается в помощи. Вот принесут такого у избитого вдрызг. Они и напоют водой, и оботрут, и накроют, и дадут выспаться. И это не сочувствие, не что иное. Просто так надо и все. Все пытаюсь закончить говорить, да никак не выходит. Что же мне понравилось в этой книге? Почему я ее прочитал и остался под впечатлением? Сложно однозначно сказать. С одной стороны, радость от того, что со второго раза я ее осилил. С другой стороны, честно говоря, я давно думал о том, что нужно мне прочитать что-то подобное. ГУЛАГ меня ждет, но пока начал с Достоевского. Система общества – это на самом деле достаточно интересная тема. Мы с вами ее изучаем на основе антиутопий. Джордж Орл, Евгений Замятин, Олдес Хаксли и другие авторы нам представили пищу для размышлений. Но это все фантастика, конечно же. Без реальных прототипов. А вот что, если поискать более реальное? И первое, о чем я вспомнил, был Достоевский. Конечно, то, что написал, вряд ли можно применить на сегодняшнее время. Это скорее ретроспектива. Тем не менее, история как-никак. И вот эта система общества, ее структура, ее жизнедеятельность, честно говоря, меня поразила. Я не могу говорить о том, насколько это все реалистично. Как-никак в книге персонаж выдуман, хоть и имеет отсылки к автору. Тем не менее, вся та жизнь, что там есть, она меня порадовала, если честно. Мне кажется, что и в наше с вами время более структурированные системы, наполненные правилами и слаженным взаимоотношением между членами общества, нигде не найти, кроме как в местах столь неотдаленных. Конечно, то, что нам с вами по телевизору показывают, сложно назвать раем. Но, как говорил преподаватель по уголовно-исполнительному праву, те, кто раз попал за решетку, он попал в образовательное учреждение, типа института, где его учат не только при мудростях профессии, но и этике. Сейчас предмет этика не в каждой школе-то есть. Какой-то художественной нагрузки мертвого дома я не увидел, уж простите. Что касается морали, не убивай жену, чтобы не сесть. Да нет, вряд ли это имелось в виду. Раскаяние самого Достоевского? Нет, нет, не попали опять. Эта книга скорее несет информационный характер. Просто возможность поделиться своими переживаниями на тот момент. Даже в самом начале книги, когда герои опубликуют записи Горянчикова, мне кажется, что сам Достоевский на самом деле не собирался ни с кем делиться, что там было, но появился человек и подтолкнул его к этому. Плохо ли это? Этого я вам не скажу. Тем не менее, эта книга произвела на меня положительное впечатление. Во-первых, я узнал, что хотел. И да, на этом я останавливаться не буду. Во-вторых, это реально приятно чтиво. Даже если вы сейчас найдете что-то подобное, написано это будет совсем нечитабельно, ибо ни составитель, ни редактор явно не захочет разбираться в том, что написал бывший зэк. В-третьих, это первая книга Достоевского, которая зашла легко и непринужденно, пусть и со второго раза. Я думаю, следующие книги пойдут так же легко и прочитаю их с удовольствием. Стоит ли вам ее читать? Да, если хочется прочитать всего Достоевского. Нет, если у вас поистине есть интересные книги. Порекомендовать ли ее вам? Хм, наверное, нет. Рекомендовать не буду. Книга действительно темная и мрачная. Переживания героя чувствуются. И если вам реально не хочется окунаться в то, в чем он был, лучше не стоит. Я не привередлив. Я прочитал Чарльзля Буковски, который плавал в этом, как рыба, в воде. И поэтому вся гадость меня, как с гуся вода. На этом, ребята, давайте заканчивать. Я думаю, что я наговорюсь на долгое время. И если вам интересно, в этом подкасте было больше 2366 слов. Всем пока и до новых встреч. Постскриптум. Не забывайте заходить на мой сайт.